Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Снельников. Это проект Умный Медик, и сегодня мы разберем общую, наружную и внутреннюю подвздошные артерии, а также их ветви. Видео создано при поддержке сайта meduniver.com Схематически обозначим подвздошную кость, которая послужит нам костным ориентиром для лучшей визуализации и топографа анатомической наглядности. А также обозначим контуры прямой кишки, кровоснабжение которой мы подробно разберем в завершающей части данного видео урока. На уровне середины тела четвертого поясничного позвонка брюшная часть аорты делится на две общие подвздошные артерии, тем самым образуя бифуркацию аорты. Встречается случай, когда от бифуркации аорты начинаются очень короткие общие подвздошные артерии. Обозначим парс абдоминалис аорты. Напомню, что справа от аорты в этой области находится нижняя полая вена, а слева поясничный отдел левого симпатического ствола. Общая подвздошная артерия. Артерия иляка коммунис. Парная. Общие подвздошные артерии расходятся под углом, направляясь вниз и кнаружи в сторону малого таза. У женщин этот угол несколько больше, чем у мужчин. Правая общая подвздошная артерия несколько длиннее, чем левая. Длина ее составляет в среднем от 5 до 7 сантиметров. На уровне крестцово-подвздошного сустава артерия иляка коммунис делится на две крупные ветви. Внутреннюю и наружную подвздошные артерии. Наружная подвздошная артерия. Артерия иляка экстерна. Парная. Отойдя от артерии иляка коммунис крупным стволом, она направляется по медиальному краю большой поясничной мышцы вперед и вниз. И проходит под паховой связкой в сосудистой лакуне, где располагается латеральнее одноименной вены. По выходе на бедро артерия непосредственно продолжается в бедренную артерию. Артерия фемуралис. Кроме веточек мускулис псоас, артерия иляка экстерна дает две крупные ветви, отходящие возле паховой связки. Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость. Артерия циркуфлекса иллиум профунде. Направляется вдоль гребня подвздошной кости к сзади, отдает ветви к мышцам живота и к близлежащим мышцам таза. Анастомизирует с ветвями подвздошно-поясничной артерии. Нижняя надчревная артерия. Артерия эпигастрика инферер. Отходит тонким стволиком от передней поверхности наружной подвздошной артерии. Артерия идет по задней стенке пахового канала. Поднимаясь выше, проникает во влагалище прямой мышцы живота и на уровне пупочного кольца распадается на ряд ветвей, анастомизирующих с артерия эпигастрика супериор ветвью артерия троацика интерна. Рамус пубикус. Небольшая артерия отходит у самого начала нижней надчревной артерии, следует по задней поверхности лобковой кости до лобкового симфиза. Лобковая ветвь краснабжает нижние отделы прямой и пирамидальной мышц живота. Внутренняя подвздошная артерия. Артерия и ляка интерна. Кровоснабжает стенки и органы таза. Она спускается по медиальному краю большой поясничной мышцы вниз и делится на уровне верхнего края большого седальщиного отверстия на два основных ствола. Задний и передний. На своем пути артерия и ляка интерна прикрыта брюшиной, а спереди вдоль нее спускается мочеточник. Задний ствол внутренней воздушной артерии, и отдает две ветви, поясничную и подвздошную. Латеральная крестцовая артерия, артерия сакралис латералис, направляется к костям и мышцам крестцовой области, иногда разделяется на верхнюю и нижнюю ветви. Артерия глютеа супериор, верхняя ягодичная артерия, представляет продолжение заднего ствола внутренней подвздошной артерии, выходит из таза через форамен супрапериформи к ягодичным мышцам, сопровождая нервус глютеус супериор. Пупочная артерия, артерия умбиликалис, на всем протяжении функционирует только у зародыша, направляется вперед и вверх, поднимается по задней поверхности передней стенки живота к пупку. У взрослого человека сохраняется в виде пупочной связки, от начальной части артерии отходят. Верхняя мочепузырная артерия, артерия визикалис супериорис, начинается от необлитерированной части артерии умбиликалис и разветвляется в верхней части мочевого пузыря. Отдают мочеточниковые ветви рамей утерийницы к нижнему отделу мочеточника. Запирательная артерия, артерия обтуратория, направляется к запирательному отверстию, по выходе из которого она питает мускулус обтураториус экстернус, отдукторы и дает рамус ацетабулярис. В полости таза артерия обтуратория отдает запирательную ветвь рамус обтураториус, которая в медиальной полукружности кольца бедренного канала анастомизирует слабковую ветвью рамус пубикус из нижней ночревной артерии. При развитом анастомозе в 30% случаев эта рамус обтураториус утолщена и может быть повреждена при грыжесечении, так называемая корона мортис. Нижняя мочепузырная артерия, артерия визикалис инфериор, у мужчин отдают ветви к семянным пузырькам и предстательной железе, а у женщин к влагалищу. Артерия ductus deferensis, артерия семя выносящего протока у мужчин, идет к ductus deferens и в сопровождении его простирается до тестис, к которому также отдают ветви. Артерия uterina, маточная артерия у женщин, направляется в медиальную сторону, где дает веточки к маточной трубе рамус тубариус и к яичнику рамус аварикус. Средняя прямокишечная артерия, артерия rectalis media, направляется к латеральной стенке ампулы прямой кишки, к мышце, поднимающей задний проход. У мужчин она также посылает ветви к семянным пузырькам и к предстательной железе, а у женщин к влагалищу, анастомизирует с ветвями верхней и нижней и прямокишечных артерий. Нижняя ягодичная артерия, артерия glutea inferior, направляется вместе с внутренней половой артерией и седалищным нервом, через подграшевидное отверстие к большой ягодичной мышце, отдает тонкую длинную артерию, сопровождающую седалищный нерв, артерия comitans nervi ischiadici. Выйдя из полости таза, артерия glutea inferior, дает мышечные веточки к ягодичным и другим ближайшим мышцам. Внутренняя половая артерия, артерия pudenda interna, выходит из полости таза через подграшевидное отверстие, а затем через малое седалищное отверстие следует в седалищно-прямокишечную ямку, где прилежит к внутренней поверхности внутренней запирательной мышцы. Дорзальная артерия полового члена, артерия дорзалис penis, снабжает кровью пещеристые тела у мужчин. У женщин артерия клитора, артерия клиторидис. Нижняя прямокишечная артерия, артерия rectalis inferior, отходит в седалищно-анальной ямке на уровне седалищного бугра и направляется медиально к нижнему отделу прямой кишки. Промежностная артерия, артерия перинеалис, снабжает кровью мышцы промежности, мошонку у мужчин или большие половые губы у женщин. Спасибо за внимание. С вами был проект «Умный медик». Будь умным медиком. Развивайся вместе с нами. Видео создано при поддержке сайта медунивер.com